Всем привет! Ну что, пролетела еще одна неделя, знаковых событий было много, в том числе и тех, что дают повод сказать «Алло, Гараша, что вообще происходит?» Смотрим, слушаем, анализируем. Поехали! Раз, два, три, хоп! Итак, воздушное пространство над Украиной становится все чище. Сначала наш Кабмин, устами премьера, заявил В ответ на это в Кабмине Российской Федерации сказали «Ух ты!» И тут же министр транспорта Северного Соседа сделал заявление, сумным таким видом произнес «Конечно же, мы примем соответствующие зеркальные контрмеры» Тут пришел наш черед сказать «Ух ты, шкидец, колоти!» Удивился Арсений Петрович, потом насупил брови И со скорбным выражением лица молви «Это не серьезно» И в этот самый момент на сцене появились белорусы Александр Лукашенко, как всегда, был краток «Я лично-то 57 килограмм сома вытащил 57, 24 и 7 килограмм, 3 сома поймал» Ну, в том смысле, что пока Москва с Киевом делают друг другу санкции Батька рубит бабло Уж кто-кто, он хорошо понимает, что сегодня Ну, после того, как с него практически сняли ярлык последнего диктатора Европы Беларусь может конкретно так подняться Используя свое выгодное географическое положение Ну так вот, Александр Греорыч через своего замминистра транспорта передал Национальные авиалинии республики готовы и пассажиров принять Которые пострадают в результате закрытия авиасообщения И аэропорты свои предоставить для приема авиарейсов И транзитный коридор, как для российских, так и для украинских авиакомпаний обеспечить Все, конечно, слегка обалдели, но, как оказалось, крыть-то практически нечем Батька снова всех переиграл Но тут, как нельзя вовремя, генассамблея ООН случилась Ее неделю пиарили во всех СМИ И как бы о закрытом небе над Украиной все как бы забыли Все нормально А и правда, мелочь какая-то Зато небо над страной становится все чище и чище А еще один известный олигарх наконец-то похудеет на несколько лимонов зеленых денег Что накануне выборов в местные советы как нельзя кстати А то, если взяли моду слухи на своих каналах распускать Дескать, результаты голосования для многих станут неожиданностью Впредюмнее будете Но вернемся к генассамблеи В ходе обмена мнениями лидеры великих держав обсудили массу вопросов Но к общему мнению так и не пришли Хотя нет, все-таки пришли Ну если верить журналистам, освещавшим это эпохальное событие То главным итогом ассамблеи стало начало бомбардировок Сирии российской авиации Это к слову о том, как поработали СМИ на ассамблеи Пересматривая выпуски новостей, как украинских, так и российских телеканалов Невольно создалось ощущение, что и первые, и вторые ехали в Нью-Йорк Уже с написанными и отредактированными материалами по поводу предстоящих событий Ага, я уже давно обратил внимание на всех этих ясновидящих, которым глубоко пофиг, что на самом деле происходит там, куда их послала редакция И которые мыслят штампами, ими же самыми и придуманными Ладно, не будем развивать эту тему, а вспомним еще об одном знаковом событии уходящей недели Итак, в пятницу в Париже началась встреча в так называемом нормандском формате Как ни крути, но самая незавидная роль выпала президентом Украины и России Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем И что бы там ни говорили СМИ, как бы участники встречи не надували щеки, как бы они не пытались умничать перед телекамерами Всем понятно, после кулуарных переговоров, состоявшихся в Нью-Йорке, пробил час продолжить общение в узком кругу Как говорит наш дорогой шеф, Михаил Иванович, путь железа не отходя от кассы Понятно и другое, широкая общественность не скоро узнает, о чем говорили и какому результату пришли переговорщики А все вбросы, которые будут появляться в СМИ, всего лишь попытка продемонстрировать собственную значимость Короче, сплошная болтология Они думают, мы думаем, что мы и правда думаем, что мы так думаем, а мы только думаем, что мы так думаем Хотя, ну не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять Главный индикатор результативности переговоров, перемены в ситуации на востоке Украины и в Сирии Ну таковы реалии современного мира Есть пешки, есть доска, есть стратегии игроков, а есть дирижер Но он же главный игрок и зачастую игрок единственный Ну вот на этом у меня все, скоро увидимся Подписывайтесь, чтобы первым увидеть новый выпуск Распространяйте, если понравилось Ну и комментарии тоже можно оставлять В любом случае, пока Субтитры создавал DimaTorzok